Спустя две недели после выхода обновленной iOS 17 Beta 3, компания Apple выпускает iOS 17 Beta 4. Что там нового и интересного, сегодня будем разбираться. Спойлер, да, бета действительно стоящая, есть о чем поговорить. Меня зовут Максим, вы на канале Денис Лаундж, поехали! Традиционно, конечно же, давайте начнем с веса. Обновление весит бета гигабайт-полтора гигабайта в зависимости от вашего устройства, если обновляетесь вот с этой новой, второй, третьей бетки, да, так скажем. Если с нее обновляетесь, то будет такой вес. Если с более старых бет или просто с iOS 16, то у вас может скачиваться полный пакет. 4, 6, 7 гигабайт, это абсолютно нормально, как и всегда. Помимо этого, конечно же, вышли остальные версии. WatchOS, tvOS, iPadOS и, конечно же, macOS. Это все тоже в бета-версиях доступно. Я же вам пока напоминаю, что если такие ролики нравятся, а у нас то самые быстрые ролики на русскоязычном сегменте YouTube про бета-версии, про релизные версии iOS и не только, поставьте большой палец вверх, мне это будет приятно и поможет каналу развития. И там внизу подписывайтесь на канал, жмите на колокол, ничего классного интересного не пропустите. YouTube вам пришлет уведомление с выходом нового видео. Если же мы говорим об этой бете, здесь действительно много интересных мелких нововведений. Много есть исправлений и вообще есть о чем поговорить, как работает система. Начнем давайте с вами с релиз ноутсов. Как обычно, Apple их выгружает, но они теперь их делают единым большим списком, и там очень сложно разобраться. Я прочитал весь этот список заново, хотя он просто с первой бетки одинаковый, они просто пару строчек туда дописывают, ничего важного, интересного, критичного там нет. Поэтому я за вас эту работу сделал. Если же мы говорим про саму iOS 17 бета-4, то да, там есть новые функции. Ну смотрите, давайте начнем с того, что в iMessage... У нас поменяли дизайн иконок интерфейсов, когда вы нажимаете на вот это боковое меню. Раньше выглядело в таком более архаичном стиле, теперь все упорядочено и больше в стиле Apple. Для режима Standby, это когда вы на зарядке ставите телефон горизонтально, добавили функцию, чтобы у вас скрывался предпросмотр уведомлений. Раньше, когда вам уведомление приходило, оно сразу открывалось, и превью ваших уведомлений могли видеть люди, которые вы, собственно, не хотели бы, чтобы они видели. У них появилась новая функция, где по тапу у вас это будет открываться. То есть по умолчанию это не открывается, когда вы тапаете, у вас уже тогда будет превью уведомления. В целом, это удобная штука. В меню AirDrop у нас тоже добавили новый переключатель, или именно вот эта функция, когда вы можете два айфончика друг в друга упереть, чтобы они красиво передавали, вы можете это включить или отключить, если вы не хотите этим пользоваться. Немного обновили шрифты на локскрине, а именно шрифт времени. Раньше его можно было сделать прям супер-супер тонким, как на iOS 7, но теперь он стал толще, и вот прям настолько тонким его сделать, к сожалению, больше нельзя. Я думаю, многие фананты супер тонких шрифтов от этого немного расстроятся. Приложение Apple TV немножко поменяли, у нас с вами дизайн кнопки Play, она стала полупрозрачная, раньше просто отображалась там белая или черная. В настройках поменяли иконку у пункта «Экран домой» и «Библиотека приложений», раньше она была просто такая обычная, сейчас более цветастая. Ну и немного поменяли дизайн и анимацию интерфейса, когда вы используете AirPlay, когда вы хотите подключиться, сейчас на BT4 она выглядит немного иначе. Кстати, естественно, я напоминаю, что все функции вот эти, которые я вам сейчас озвучиваю, естественно, они доступны вот в первый день. Если что-то, кто-то где-то когда-то потом найдет еще в системе, а такое может быть до следующей бета, такое часто бывает, то, естественно, я это выложу у себя в Телеграм-канале, ссылочка внизу в описании, естественно, подписывайтесь, там вообще достаточно интересная комьюнити, я там много классных новостей почу, поэтому мы там с вами весело проведем время, прям всячески вам рекомендую. Телега — это просто вот моя вторая жизнь, я там постоянно зависаю. Ну и да, раз уж мы с вами говорим про Телегу, наверное, нужно сказать про самое вообще главное обновление iOS 17 Beta 4, а это то, что наконец-то в Телеграме работает нормальная клавиатура. Не вылетает, не перекрывает пол экрана, не остается там, где не надо, просто нормально работает, как раньше, и многие, естественно, хвалят Apple за то, что «Ой, наконец-то они переделали, все-таки это Apple должны были переделать, а не Телеграм», и я вам скажу, что нет, просто что-то Apple изменила в API, поэтому и другие разработчики не любят в момент бета-версии все это исправлять, потому что ты исправишь, а потом Apple опять назад что-то откатит, что-то переделает, и тебе опять исправлять, поэтому Телеграм не особо торопился с исправлением, но Apple сейчас описывает по правилам, и на B4 все работает хорошо. Поэтому, если вы себе не ставили iOS 17 именно из-за того, что клавиатура плохо работает, да, там скрывается, не показывается как-то, то сейчас это все на B4 поправили, кстати, не только в Телеграме, в остальных приложениях тоже. Но о том, ставить ли себе ее или нет, мы с вами поговорим уже во второй части видео. Ну а пока же быстро напоминаю, что если вдруг задумаетесь об обновлении устройства по iOS 17, там ваш старенький плохо работает, хотите обновиться или хотите приобрести себе вообще новый гаджет, то сделать это лучше всего у моих друзей и партнеров из магазина технодеус.ру. У ребят классные цены, быстрая доставка, гарантия на все устройства, естественно, большой ассортимент всякой-всячины. Рекомендую зайти к ним на сайт и посмотреть, ссылочка будет внизу в описании, но не забывайте, конечно же, по промокоду Демин, получите скидку или подарок при покупке. Естественно, мои друзья, я вам постоянно их рекомендую и буду рекомендовать. Что же у нас с вами по работе системы? Поставил традиционно себе на свой iPhone 14 Pro, я надеюсь, что перестанет выжираться емкость аккумулятора, потому что уже 89%. Я напоминаю, что когда я себе поставил iOS 17 бета, у меня было 96%. То есть у меня уже 7% просто улетело. Я надеюсь, на этой бете это перестанет, это вот вам на тему того, стоит ли ставить беты, да, потому что вот такая вот ситуация случается, и я почитал твиттер, оказалось, что это не то, что большая редкость. То есть у многих на бете 17, вот так сильно выжарается состояние аккумулятора, видимо, есть какие-то проблемы. Надеюсь, на этой бете поправили, и больше не будет, то реально каждую неделю у меня минус был 1%. Если мы говорим по работе системы, все работает хорошо, все работает классно, мне показалось, что работает как-то поживее, побыстрее, и нет каких-то вот подтормаживаний и тяжелости системы, которая была на предыдущих бетах. Если мы смотрим на тесты производительности, то они, в принципе, мои слова подтверждают. Да, пусть не сильно, но стало несколько получше, там плюс 10-12 баллов, ну, относительно того, как это обычно меняется, это на самом деле достаточно много. Если мы говорим про автономность, естественно, я потестирую завтра в течение всего дня, вот прямо сейчас с вечера заряжу, завтра в течение всего дня тестирую, и еще раз в телеграм-канал, еще раз скажу, ссылка внизу в описании, вам это все выложу, либо завтра вечером, либо послезавтра утром, как обычно, как у меня зарядка закончится до нуля, я для вас выкладываю. Напоминаю, я делаю это для того, чтобы показать, как работает на моем примере использования. У вас это может быть по-другому, но я делаю это всегда в одинаковых условиях, я делаю это всегда в одинаковом тайминге, поэтому у вас будет понимание вообще, как оно стало ли лучше относительно третьей беты, на моем устройстве. Понятно, что у вас будет свой кейс, но вы в принципе какую-то закономерность сможете для себя построить. Если же мы говорим о том, вообще стоит ли обновляться, ну, во-первых, если вы на третьей бете, конечно, обязательно ставьте четвертую бетку. Если вы сейчас сидите на 16 версии, на релизе, то, наверное, все-таки, несмотря на то, что на этой бете стало получше, пока не стоит. Все равно есть определенные проблемы, все равно могут возникать баги, лаги, какие-то приложения могут не открываться, что-то может работать не так. Поэтому, если вы конкретно не знаете, для чего вам нужна бета-версия iOS 17, лучше ее не ставить. Если же мы с вами говорим по поводу паблик-бета-версии, это у нас с вами вышло девелопер, да, то есть для разработчиков. Паблик-бета будет у нас с вами на днях. В течение недели она выйдет, может быть, прямо там, буквально завтра-послезавтра, может быть, на следующей неделе, здесь уж как Apple решит поступить. Это будет точно такая же версия, с точно таким же номером сборки, но просто она выйдет немножко позже. Именно поэтому я говорю, что паблик-беты, по сути, нет никакого смысла ставить. Тем не менее, знайте, что сегодня паблик-бета нет, и если вам не пришла настройка, значит, у вас сейчас стоит паблик-бета, и поэтому новая паблик-бета вам не пришла. Вот какая-то такая схема. Ну и да, давайте я вам сразу скажу, когда ориентировочно выйдет следующая бета, а то я знаю, что вы потом меня заклюете, будете постоянно писать, ну когда-когда. Следующую бету мы с вами ориентировочно ждем через две недели, где-то 8-10 августа. Потом уже после этого они будут выходить каждую неделю. Но вот следующая бета должна, по идее, если все хорошо, все нормально, выйти через две недели, так что это тоже учтите. Если же этот ролик вам понравился или был чем-то полезен, как я говорил, поставьте большой палец вверх. Мне это будет очень приятно, поможет канал в развитии. Там внизу подписывайтесь на канал, жмите на колокол, ничего классного, интересно, не пропустите. YouTube вам пришедет уведомление с выходом нового видео. И, естественно, там в комментах пишите, что думаете по поводу новой беты, рады ли вы, что клава наконец-то работает нормально в телеге, и не только. И вообще, я с удовольствием почитаю, с вами подискутирую. Ну, естественно, вот эти два видео специально подобраны для вас на алгоритме YouTube. Зацените, если не видели, все, окон, жмите, чтобы подписаться на канал. Ну, а с вами был Максим, спасибо большое за просмотр, пока.